Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий Андрей Печерин. Что такое трезвенная жизнь с точки зрения христианства? Смысл этого понятия весьма широк и в то же время предельно конкретен. «Трезвенная жизнь — это духовное бодрствование, хранение ума и сердца от греховных привожений. Коротко сказать, это постоянное внутреннее пребывание с Богом». Книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, представляет собой сборник толкований Архимандрита Эмилиана Вафидиса на подвижнические правила древних святых отцов. Стариц Эмилиан — опытнейший духовник, глубоко знающий тайны человеческой души, толкует эти правила применительно к современной эпохе. Подробнее о книге «Трезвенная жизнь» и аскетические правила, которая вышла в свет при содействии двух издательств — Екатеринбургского Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря и Московского. «Поломник» — далее в нашей программе. Книга «Трезвенная жизнь» и аскетические правила, толкование правил преподобных отцов Антония, Августина и Макария включает в себя беседы старца Эмилиана Вафидиса с монашествующими, проведенные им в период с 1981 по 1986 год. Некоторые из этих бесед проходили в Афонском монастыре Симона Петра, а некоторые — на подворье этого монастыря в священной обители Благовещения, в Армилии. В своих беседах старец толкует некоторые правила преподобного Антония Великого, почти весь монастырский устав и правила блаженного Августина, а также правила Аввы Макария. Правила последнего имеют непосредственное отношение к монастырю, который был основан на острове Лерин в начале V века. Его основателем стал святой Гонорад, Галл благородного происхождения, впоследствии епископ Ареладский. А основанный им монастырь со временем стал знаменитым центром монашеской жизни. Устав Аввы Макария, написанный в то время, адресован общежительным монахом, и регулирует он все частности монашеской жизни. Правила преподобного Антония Великого пробуждают ревность в сердце человека, который желает последовать за воинством монашествующих. Вместе с тем они закладывают основы монашеской жизни и предначертывают будущность обители, будущность поистине вечную, потому что иноческое житие — это явление Царства Небесного, явление вневременного и бесконечного во времени и пространстве. Правила эти просты. В них отражается простота и святость преподобного Антония. Их стиль и язык, подобный языку мужей апостольских и отличающихся от языка позднейших отцов, передают дух древнего христианского времени. Устав Антония состоит из 80 кратких правил. Своими сугубо монашескими и очень трезвыми, рассудительными наставлениями святой Антоний закладывает основы подлинного и прочного монашества, далекого от крайностей, которые могли бы причинить вред душам подвязающихся. Он обращается и к игумену, и к братству, скорее всего, небольшому. Устроители монастырей, святые Василий Великий, Пахомий Великий, Антоний Великий, составили правила ради того, чтобы сохранить дух монашества. Эти правила поистине раскрывают перед нами евангельские законы, указывают нам путь, следуя которому можно воспринять Святого Духа и ощутить его благодать. Трудно согласиться с тем, отвечает автор, что правила и устав, носящие имя святого Августина, написаны им самим. Но во всяком случае они отражают его дух. На Западе ещё и сейчас существуют монастыри, есть некоторые пустынники, монахи и монахини, носящие его имя. Однако мы не можем сказать, что начало этим монашеским сообществам положил сам Святой Августин. Все они, должно быть, возникли гораздо позднее. Но, несмотря на это, они восприняли нечто от древности, поскольку сохраняют устав святого. Итак, нужно ли знать, что устав появился благодаря трудам людей, окружавших Святого Августина, или, лучше сказать, устав берёт своё начало в живом предании, которое Святой оставил этим людям? Святой Августин услаждал и продолжает услаждать души людей и обогащать их разум. Его мудрость безгранична. Он был одним из наиболее выдающихся учителей ораторского искусства. И об этом свидетельствуют правила, представленные и истолкованные в этой книге. Как говорится в предисловии, автор книги, как человек, исполненный святоотеческой мудрости, возвращается к учению святых отцов и многовековому опыту Церкви Византийского периода, и с глубочайшей проницательностью богослова и духовника толкует уставы монашеской жизни, или, как их ещё называют, аскетические правила. С поразительной силой в эсхатологической перспективе старец отчётливо показывает, что правила, изложенные великими учителями монашества, закладывают истинные основы духовной жизни. Таким образом, эти правила можно сравнить с лестницей преподобного Иоанна Синаита. Постепенно они возводят монаха к Богу, только бы его внутренний взор был всегда устремлён к свету Богопознания. Всякое отклонение от этой цели, будь то самолюбование или удовлетворённость своей внешней исправностью, будет искажением того Духа, который раскрывает в своих толкованиях старец Эмилиан. Это будет нарушением заповеди, когда исполните всё повеленное вам, говорите, «Мы — рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Если попытаться дать оценку настоящим комментариям, то без преувеличения, по мнению профессора Богословского факультета Солунского университета Феодора Янгу, можно утверждать, что они стоят в одном ряду с творениями святых отцов. На страницах этой книги явственно раскрывается богословское достоинство аскетических правил. Одновременно обнаруживается присущее отцу Эмилиану глубочайшее знание монашеских установлений. Занимаясь систематическим изучением святоотеческих трудов по устройству монашеской жизни, причём в такое время, когда они были в полном забвении, старец стал новатором в деле исследований и толкований этих текстов. Его огромную богословскую эрудицию иллюстрирует также устав монастыря Благовещения в Армилии, явившийся точным воспроизведением духа византийских монашеских уставов. Старцы Эмилиана, как человека церковного сознания, не сковывают доводы, которыми наука на основании филологических анализов или исторических исследований пытается оспорить подлинность аскетических правил, комментируемых им. Он знаком с этими возражениями и обсуждает их с братьей, но в то же время не делается пленником научных построений, так как в первую очередь заботится о том, чтобы раскрыть духовное и богословское содержание правил. Кроме того, из священного предания ему было хорошо известно, что церковь без колебаний признавала различные тексты, несмотря на спорность их происхождения или недостоверность авторства, только если они не содержали в себе лжеучения. Яркий тому пример — так называемые правила апостольские. Словом, церковь принимала с большой свободой, без всякой предвзятости, сочинение самых различных традиций, лишь бы они были верны священным догматам. Так же поступает и старец, выбирая тот или иной материал, ставший основой для настоящей книги, так и для ряда других проповедей и бесед, изданных или еще ожидающих своей публикации. Показательно, что для толкования отец Эмилиан брал правила не только восточных отцов, более близких нам, таких как преподобный Антоний Великий, Авва Пахомий, но и отцов Северной Африки и других западных областей, Блаженного Августина и связанных с монастырем Лерин, Аввы Макария и Чистырех отцов. На протяжении многих веков Блаженный Августин не был известен в Восточной Церкви, и его имя даже не упоминалось в числе святых отцов. Старец Эмилиан, храня верность преданию единой и неразделенной Церкви Христовой, подчеркивает самые важные аспекты богословской и канонической мысли этого Великого Отца Запада. Равным образом и в комментариях к правилам святого Макария показано, что творцами священных уставов движет один и тот же Дух. В приложении книги помещены две беседы старца Эмилиана, произнесенные им в 1978 году. В этих беседах старец ясно излагает свой опыт организации общежительного монастыря, показывая, что правильные отношения между игуменом и монахом являются краеугольным камнем монастырской жизни и критерием истинности монашеского подвига. Сплоченность вокруг игумена и непрестанное служение Богу. Вот два столпа, которые держат монаха на духовной высоте, всегда устремленным к Богу, и не позволяют его уму опуститься до земного. Таково учение святых отцов, чьи правила толкуются в этой книге. В самом конце книги приводится полный текст истолкованных старцем правил, чтобы читатель мог получить о них целостное представление. В целом, данная книга может быть полезной для всех, и для тех, кто ведет равноангельную монашескую жизнь, и для всякого читателя, поскольку свет монахов — суть ангелы, а свет для всех человеков — монашеское житие. Неустанное словословие Бога, постоянное причащение божественных тайн, глубокое изучение богословских сочинений, подвиги, проходимые с ревностью и в духе послушания — это есть аскетические правила, которые ведут человека к встрече с Богом. Автор этой книги, досточтимый старец Эмилиан, на опыте познал чудо этой встречи и что видел о том засвидетельствовал в своих беседах. По словам издателей, эту книгу можно назвать учебником трезвене. Настолько тонко, подробно и живо она описывает искусство отсечения греха в самых его началах. Правила, приведенные в книге, охватывают огромный круг вопросов. От основ духовного этикета до тонкостей умной молитвы, от психологии нерадения и уныния до способов стяжания бесстрастия. Но о чем бы ни говорило то или иное правило, старец Эмилиан, толкуя его, всегда преподает нам урок трезвене, то есть урок святости. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.